в этом видео обзор всех растений растущих в теплицах и какие сорта помидоров у нас созрели самыми первыми собрали помидоры сейчас попробую новый сорт извиняюсь за задержку выхода ролика но были форс-мажорные обстоятельства свет отключили интернета нет дождь почти прекратился но света не будет молния попала в трансформатор дождь ушел дальше в истринский район вода заливается в теплицу через дверь часто задают вопрос а зачем вам плитка в огороде действительно лучше в глине по колено увязнуть причем не только летом при дожде а весной при сходе снега и при осенних дождях да и зачем вам высокие грядки лучше ровный огород и утонуть там вместе с картошкой на газоне тоже не здорово но трава выдержат эти испытания первая теплица сегодня у нас 7 июля 2020 год северо-запад подмосковья плоды завязались до восьмой кисти на некоторых сортах есть пропуски эти сорта я покажу красные помидоры это индотерминатный сорт этюд один из моих любимых и без проблемных созревает уже четвертая кисть несколько плодов мы уже сорвали а сегодня соберем все оставшиеся красные плоды нужно разгрузить растения рядом растет там от дина сейчас кажется что на томате завязалось пять кистей но на самом деле их семь две нижние кисти отсюда не видно и чтобы их снять на видео нужно зайти с другой стороны вот две нижние кисти на которых есть полностью созревшие плоды их то мы сейчас и соберем дина точно так же индотерминатный сорт хотя при покупке семян когда-то давно на пакетике было написано что сорт полудетерминатный вторые третьи кисти созревают у томата сорта пасхальное яйцо кистью этого томата большие полновесные целиком кисть срезать не будем так как внизу кисти есть три не покрасневшие помидорки показать их одновременно достаточно трудно боюсь оторвать вот они посчитаем сколько помидор кисти три зеленых и 4 5 6 7 8 9 10 конечно хотелось бы взвесить кисть целиком думаю что она бы потянула килограмма на полтора вторые третьи кисти тоже зреют с этой стороны не очень хорошо видно я позже перейду на другую сторону грядки и покажу а это томат шоколадка плоды у этого томата не очень крупные по 50 граммов примерно должны быть коричневого цвета если пропуски и есть то их мало это верхние кисти и они еще не набрали свой вес и размер на вкус этот томат мы еще не пробовали внизу есть созревшие плодики но их не очень хорошо отсюда видно сейчас перейду на другую сторону покажу с той стороны другая сторона грядки это дина а рядом томат темная галактика плоды на этом томате растут очень медленно у этого томата в солнечные дни вянут макушки это я показывала в обзоре месяц назад во второй теплице тоже растет томат этого сорта и точно такая же ситуация макушки вянут при жаре и плоды практически не растут это нижняя кисть она и тюди считайте четыре кисти созрели по типу роста мне этот томат напомнил indigo rose к октябрю дождемся плодов тут один плодик все-таки покрупнее это пасхальное яйцо ведь с другой стороны плоды созревают не только на первой но и на 2 и 3 кисти несмотря на то что тут достаточно темно этот томат первый раз мы сажали в прошлом году и он единственный нам понравился из всех новых индотерминантных сортов что посадили второй раз не жалеем и в самом темном углу созревает шоколадка вот такого небольшого размера плодики в этом году сажаем этот сорт впервые и скорее всего об этом не пожалеем хотели вести этот сорт в два стебля но упустили и томаты ушли в 3 стебля по этой причине места им не хватает возникло загущение но несмотря на нашу оплошность они как-то растут на грядке у стены томат казанова вот такие плоды краснеть они пока не собираются капризные наводнение когда вода стоит между грядками плоды не завязывались было очень высокая влажность воздуха есть много пропусков кистях сейчас у нас опять льет как из ведра при сильной жаре когда в теплице плюс 40 завязываются с небольшими пропусками томат с листом имеет большие междоузли уперся в потолок а высота в теплице 3 метра нужно залезать и прищипнуть ему макушку листья томаты и цветы не должны касаться потолочного поликарбоната на котором может ночью образовываться конденсат кроме того если в теплице в полутора метрах от пола плюс 40 градусов то под потолком на трехметровой высоте все 45 или даже 50 завязаться плодам при такой температуре практически невозможно дыня никак не может опылиться насекомые в теплицу не залетают да и на улице их редко встретишь пчел у нас пропали очень давно шмелей осталось совсем мало а сейчас опять дожди чтобы завязался плод нужно чтобы хоть какая-нибудь муха села сначала на мужской цветок а потом на женский пробовал опылять вручную ничего не получилось в жару у нас полетели слепни нужно было поймать одного и попробовать опылить еще раз на этой стороне у входа растут два баклажана плодов на них пока не было только зацветают баклажаны были посеяны очень поздно 5 апреля высаживались совсем маленькими хотя вот уже вижу два завязавшихся плода так поздно их сеять нельзя но думаю что плодов мы все-таки дождемся в любом случае перец также был посеян 5 апреля высаживался на грядку очень маленьким с двумя-тремя листочками ничего удивительного что среди всех опять лидирует джипси это ранний перец перец разных сортов средний поздний ранний томат снегирь радует урожаем с этого куста помидоры мы уже снимали на еду но немного сегодня соберем красные а возможно и бурые чтобы остальные созревали побыстрее беспроигрышный детерминатный сорт с этим томатом всегда будешь с урожаем плоды нельзя назвать мелкими и на вкус хороший замечательный томатик рядом растет кички мед карлик из карликов если это не пересорт конечно вызывает единственное желание все время хочу его выдернуть весь состоит из маленьких пасынков которые сами отваливаются после цветения это кисть него это кисть соседнего томата плоды кички мета должны быть сливовидные но за все время завязался только один круглый плод искать его долго и одной рукой это делать не совсем удобно рядом растет томат вишневый рассе в рассадный период был очень слабым сажали его последним надеюсь что будет невысоким томат заявлен как детерминатный но растет высоту очень быстро завязывается хорошо монгольский карлик это была совсем плохая идея посадить его в теплицу и вести вертикально высоту он расти отказывается но плоды на нем есть гораздо мельче чем карлик давал в прошлом году в открытом грунте раскинувшись во все стороны в дальнем углу растет еще один снегирь туда теперь не добраться и придется отвинтить поликарбонат чтобы собрать плоды по-другому не пролезть никак если уж отвинтили поликарбонат то можно посмотреть что происходит на этой стороне уход за этими помидорами затруднен точнее практически невозможен но и тут вроде бы все не так плохо листья желтеют от недостатка света но нижняя кисть начинает созревать нужно заодно будет проверить все на наличие пасанков снегирь по плану было этот куст выдернуть рано чтобы освободить место для рядом растущих индетов сюда можно будет отвести стволы поэтому с этого куста обязательно соберем не только красные но и бурые помидоры вот эти пятна на старых листьях многие путают с кладоспариозом кладоспариоз немножко похож но выглядит иначе пятна при кладоспариозе расплывчатые а старые листья мы скоро обрежем ничего страшного вторая теплица что тут интересного это томат который взошел сам и мы решили его отставить сорт естественно неизвестен сейчас уже можно определить этот лакалула де матаморис правда в прошлом году он у нас был с картофельным листом а в этом году вырос с обычным листом я уже вам рассказывал по какой причине так происходит зарубежные гибриды это действительно гибриды а не устойчивые сорта еще тут растет томат золотая канарейка этот томат с моей точки зрения для тех кому скучно выращивать обычные высокорослые и высокоурожайные томаты томат для блогеров и продавцов семян к этой же категории я бы отнес томат казанова который мы посадили в этом году и томаты которую мы выращивали в прошлом году и это томат нежность томат который так здорово фотографировать и показывать видео поцелуи герани и томат сумасшедшая вишня баре здравствуйте мы подписчики канала вот срезали одну кисть вот такая огромная все эти томаты объединяет то что на огромных кистях плоды завязываются и растут постепенно но зато такими кистями можно удивлять подписчиков канала с ними фотографироваться за это время с обычного томата можно снять 5-6 полноценных полутора килограммовых кистей и переработать их кроме того никто не берет во внимание что такие кисти нужно подвязывать и обычной веревочкой здесь не обойтись такие кисти должны лежать не на веревочке мы используем куски пластиковых дуг а кисти тяжелые и пластиковые дуги даже ломаются по тяжести кистей а если кисть не подвязать то кисть сломается плоды в лучшем случае будут мелкими если вообще наберут размер и наверное всех интересует огурец прекрасно растет собираем плоды уже вовсю едим снимать растущие огурцы не очень удобно мешаются листья когда мама одна на даче то собирает каждый день или через день сесть все не может делает малосольные солить на зиму пока не солили но скорее всего скоро начнем почему картошки большая ботва завязи на огурцах не растут куда девать ботву картофеля полезные насекомые в огородах всем хороших урожаев с вами был канал в огороде про